С настоящего момента вы можете подходить к нашей палатке. В свою палатку представители известной омско-торговой марки завлекали посетителей самым верным способом – с помощью вкусного стейка. Приготовленное раздавали бесплатно, конкуренция велика. На пикнике целая улица поваров. На свежем воздухе и есть хочется больше, поэтому отвлекались и мячи как могли. Например, на настольные игры на свежем воздухе. Я не знаю, как, если честно, называется игра. О, пятница. Подожди. Ну окей. В общем, мы пытаемся догадать, кто мы есть, и у нас пока плохо получается. Для тех, кто привык держать себя в форме, даже на таком празднике живота предусмотрели массаж для более активных – спорт. Я увидела в интернете объявление, подумала, что интересно, много разных конкурсов и всего нового, чего не пробовала. Никогда не стреляла раньше, и был интересный опыт. Ну и как? Ну, вообще, довольно необычно. Сначала сложно, а потом привыкаешь и радуешься, когда получается. Улица гастрономов на пикнике вела к площадке мастеров. Не случайно. Подкрепившиеся и довольные мячи с интересом разглядывали самодельные произведения. Юлия Шоколадова на пикник привезла предметы интерьера и детские игрушки своей мастерской. Эти вещи отличаются тем, что сделаны из натуральных материалов. Мы все обрабатываем экологически чистыми красками, лаками, маслами натуральными, вплоть до растительного масла даже используются. Например, у нас представлены вот такого вида тортовницы. Можно для любой хозяйки очень полезная вещь разместить кексики, тортики, какие-то прянички и гостям красиво преподнести. Небольшие лошадки можно использовать как в интерьере, так и дарить маленьким новорожденным. Их можно грызть, и они совершенно не вредны для здоровья. И здесь же все желающие смогли сами создать что-то для дома, раскрасить заготовки и сделать магниты на холодильник. Места в парке постарались занять и волонтеры приюта для бездомных животных друг. Народу много, а значит, хоть кто-нибудь да поможет. Для приюта каждый рубль важен. Стараемся не пропускать такие большие городские мероприятия, потому что они привлекают много людей. И даже тех, кто не знает о приюте, он приходит, узнает и оказывает помощь. То есть все равно, даже если мы там собираем тысячу рублей, пять тысяч рублей, конечно, на 400 собак на эти деньги не накормишь, но это помощь, она важна любая. И плюс человек к нам пришел, может быть, он нам сегодня не поможет, но он приедет в приют, либо возьмет собаку, либо поможет уже в приюте. Время на пикнике не только со вкусом, но и с пользой провели Светлана Урванцева и Сергей Гаврилов. Светлана Урванцева и Сергей Гаврилов.